всем привет я светлана никичук ваш нутрициолог и это вторая часть разбора диеты гуар а ведь и сам на котором она сбросила 11 килограмм за 27 дней если вы пропустили первую часть обязательно подпишитесь на мой канал и начинайте смотреть с первой части а я продолжу ужасаться авторским обедом и ужином которая гуар совсем недавно постила в инстаграме в предыдущем видео я подробно рассказала что любой прием пищи должен иметь объем желательно 350 400 грамм нутритивную плотность то есть каждая калория обязана нести пользу иначе зачем вообще есть калорийную плотность неправильно если в 100 граммах продуктов будет 300 калорий или в этих же 100 граммах 60 состав вы же конечно их соотношение будет разным на завтрак обед и ужин и это нормально и так обед и гуар они максимально просты но что радует это то что в них присутствует белок рыба грибы правда не всегда кабачок и тертое яблоко по авторской диете считается нормальным мотивация гуар железная после пустого завтрака кофе с ягодами или фруктами выдержать такой обед сможет не каждый бывает что белок гуар получает только на ужин но чаще ужин ничем не отличается от завтрака кофе фрукты и все при этом гуар не ноет как ей тяжело а все потому что она обладает супер силой она не нытик знаете есть люди которые даже в самых тяжелых ситуациях в жизни будут улыбаться и вы не ни за что не догадаетесь на самом деле им очень плохо вот именно такая гуар девушка позитив это создает впечатление у подписчиков на фоне успешности и достигаторства впечатление что так худеть здорово но 15 секундные stories не показывают полную картину ее состояние и я тоже так смогу вспыхивает как лампочка уверенность у вас в голове но на самом деле это питание концлагеря по собственной воле когда вам нужно снизить вес вы создаете дефицит калорий но при этом продолжаете получать жизненно важные вещества если диета не выдуманная она восстанавливает показатели белка железа сахара инсулина холестерина и при этом мы чувствуем себя активнее и лучше когда вы снизили жир остальные показатели улучшили это называется здоровое похудение а когда вы истощаете себя да вы снижаете количество жира но в большом количестве теряете белки мышцы воду вы просто сбиваете нокаутом свою гормональную систему и какая ее часть навернется именно у вас неизвестно будет это щитовидная железа или поджелудочная а может вы забудете о менструации и не сможете зачать малыша сбой в этой сложной системе вызвать не так уж и сложно а утихомирить гормональную стихию ой как непросто может пройти год и два задумайтесь готовы ли вы потратить свое время на походы к врачам сдачу анализов узи и другие малоприятные дорогостоящие исследования стоит ли рисковать когда еще не было нутрициологом я испытывала на себе все диеты подряд которая слышала я не интересовалась имеет ли она научное подтверждение я верила обещаниям и уловкам вредила себе только об этом я узнала гораздо позже впадала в депрессии целыми днями лежала ничего не хотела набирала сброшенные килограммы и прибавляла новые пропускала завтраки днем рыдала глядя на себя в зеркало а вечером жалела себя сумасбродной едой подпишитесь на мой инстаграм и вы научитесь снижать вес грамотно сытно и вкусно так делаю я и многие девушки по всему миру если вы окончательно запутались в диетах начните записи на мини курс с каждым новым потоком я меняю подход и диеты и они всегда научно проверенные за две недели вы поверите в себя и узнаете как не шутить со здоровьем а плавно избавляться от жира ссылка под этим видео я понимаю гуар хотела максимально похудеть перед подтягивающей операцией но этой цели можно было достичь за три в крайнем случае за два месяца но за 27 дней минус 11 килограмм при весе 81 это очень жестко по отношению к здоровью операция это всегда неопределенность и риск могут быть осложнения сразу и отсроченные для устранения которых нужны запасы после операции гуар жизненно важные показатели железа и белка резко падают мы видим что и капают их системах и в этом состоянии прямая связь с ее питанием белок с 80 обрушился до 40 потому что запасов и компенсаторных механизмов у ее организма крайне мало а с такой диеты им просто не откуда взяться гуар окружают грамотные врачи они настаивают чтобы гуар слезла со всех диет и ела побольше мяса и белка бесценная рекомендация это неопровержимое доказательство упортости авторского метода по снижению веса неизвестно кем одобренного но к сожалению уже все свершилось чтобы швы после операции заживали нужны белки аминокислоты это строительные кирпичики но их недостаточно если провести аналогию со строительством гуар затеяла стройку а кирпичи закончились а поставщиков нет они все бойкотируют и не работают следовательно стройка заморозилась по каким-то причинам гуар берут на повторную операцию и продолжают капать железо и альбумин альбумин это транспортные белки которые разносят все полезные вещества по организму без альбумина ничего не усваивается доктора просто спасают ее вводя нужное для организма кирпичики белки не могу сказать с какими анализами гуар пошла на операцию но скорее всего они были в пределах нормы иначе врачи не стали бы рисковать надеюсь гуар начнет питаться рационально и как можно скорее восстановится и научиться не доверять авторским методам снижения веса берегите свое здоровье оно бесценно увидимся скоро пока пока